я вышла так жалочка приветики приветики всем приветики всем добрый вечер сейчас вот прям вот ногтей нет ногтей нет и времени нет вот честное слово представляете хожу вообще ужас сегодня еще с дачи вот только недавно приехали завтра опять на дачу до добрый вечер жалочка ждали да ну вот ведь как сказала горе сегодня я выйду и живым не писали да правильно же да сейчас чуть-чуть состава размету а то я знаете как работать закончила и скакала какими формами я работаю сейчас не про форму расскажу формами я работаю знаете я такой человек я очень как вам сказать долго подбираю под себя я пробую одно пробую другое вот а потом на чем-то останавливаюсь вот сейчас одними из самых моих любимых форм это конечно на революция революция это прям вот мои самые любимые сейчас я только на них и работаю я как говорила уже что мне нравится форма патрисонелл потом мне нравится формы магнетик очень хороший патрисонелл зеленый кстати очень похоже на магнетик вот я даже когда покупала я сначала подумала что это магнетик вытру со стола и вам все покажу просто так вот забежала вот формы знаете у меня и короткие то есть если я делаю работаю с короткими ногтями формы я тоже беру короткие если я работаю с длинными ногтями вот форма тогда я беру длинные если длины у длинных форм мне не хватает то я беру себе беру к форме подклеиваю кусочек поэтому конечно я всегда советую мастерам иметь и длинные формы и короткие вы знаете что такое длинные короткие сейчас вам буду показывать еще раз очень мне понравились вот эти вот формы арискей зелененькие армони я не пробовала магнетик не очень вот у меня магнетика нет они у меня были я покупала их немного знаете так на развес наверное брала штук сто но они у меня давно конечно и закончились вот значит вот эти вот арискей мне очень нравится на них мы можем сделать и короткую и среднюю длину а если надо еще длиннее то конечно поднаращиваем мне 49 49 а на следующий год будет 40 10 вот так как-то в этом возрасте нельзя перископом ходить или вы считаете что я не тем занимаюсь вот то есть вы знаете вот эти вот формы мне понравились я их оценила и я ими работают так давайте-ка я вас удалю вот да у меня замечательная внучка вот вот эта вот форма мне очень нравится и то есть если у вас стоит выбор вы пришли в магазин и думаете какую взять там да вот если вот эти вот есть может смело брать они достаточно плотные у них хорошая клейкость вот да продвинутая бабушка больше тогда уже ничего не пишите а то тоже уйдете в черный список либо не пишите глупости вот дальше ну вот это вот всем всеми наверное всем знакомая нелл революция формы вообще изумительные мне не очень понравились не могу ничего про них сказать там какие-то недостатки мне попалась очень хорошие многие говорят что там клейкости не хватает или что-то но может быть это зависит например от ну сколько лежали форма там пересылки времени года там может быть какая-то клейкость но всегда можно степлером там зацепить а так вообще форма очень удобно видите они очень длинные мы на них можем сделать вообще хороший сильно экстремальную длину там какой нибудь там если вы хотите там я не знаю сантиметров 9 от кутикулы до чтобы длина была то конечно вы такие не сделаете придется поднаращивать ну а просто длинные экстра длинные ночь насечки есть да у этих форм есть насечки знаете как пластиковыми не работаем сейчас скажу про пластиковые формы насечки есть то есть с ними чем легко то есть вы примерили один пальчик и уже от этого пальчика мы начинаем как правило наращивать со среднего пальца до либо со среднего либо с большого ну как правило со среднего пальца мы начинаем ставить форму примерили до средний палец и не знаю когда но я планирую но вот вы представляете вот времени нету иногда хочется спать видимо это возрастное поставили первую по форме а следующие вы уже видите что они идут чуть-чуть там например по уже и смотрите по насечке что-то виснем и так же вот на революция видите короткие формы то есть если вы хотите сделать короткий квадрат когда зачем вам брать вот эту длинную если вы хотите сделать прямо такой ровный квадрат знаете вот он вот работ квадрат ни в коем разе не зауженный да вот то вот это вот вот эти формы вот эти формы из них прям вот ровно такого квадрата нет ни реклама я просто рассказываю чем я работаю я ничего не продаю я не привязана ни к какому бренду я могу себе позволить сказать то что вынести такое свое мнение что мне нравится или что-то мне не нравится вот так понятно да я ничего не продаю вот если вы ко мне придете в студии скажет станешь продание штук 100 форм да я вам продам дальше вот эти вот формы это патрис нл мне тоже не очень нравится вот но немножечко вот вы знаете у них как-то разметочка знаете штук например 5-6 форм прошло потом бац линия куда-то сместилась да видимо это на производстве потому что то линии там ушла куда-то вот но все равно они тоже очень хорошие вот и вот эти формы очень хорошо держат гель с них гель прям очень тяжело вот от ковырнуть вот если с других еще как-то с этих прям вот у меня например очень тяжело отклупнуть этот гель но тоже очень не вот они нравятся вот эти формы плотнее чем эти формы такие тоже может смело брать вот ну и конечно раньше когда не было у меня революции я работала на бабочках вот есть бабочка и божья коровка от аристкеи они могут быть и не только от аристкеи знаете это китай наверное там вот значит вот такие вот формочки тоже мне не очень нравится но для длинных ногтей я всегда подклеивала себе сюда наш кружочек потому что мне не хватало длины у меня своя методика на длинные ногти и то есть я всегда подклеиваю длины то есть никогда не работает до конца форма мне нужно еще запас будем говорить то есть тоже будут хорошие клейкость хорошие плотность хорошие все вот плохих форм у меня уже нету плохих форм которые мне не очень нравится то есть это вот велена да вот от коде вот вот эти вот форма они для меня очень мягковаты но когда это еще с тех времен они у меня остались когда знаете был дефицит всего а тут вроде как на две стороны но для меня они очень мягковаты вот и я на них в общем не работают даже на железках с ними тоже да очень мягкие неудобно даже на железках с ними работать не знаю ну вот теперь они у меня залежались вот лежали вот есть формы артекс вот такие вот тоже у артекс несколько видов форм для меня они тоже мягковаты белесые белесые натуральные да она такая она знаете какое чувство что в прозрачную пудру добавлен белый акрил вот такая вот она вот она под натураль то есть мне кажется она была сделана для свободного даже края чтобы он был вот такой вот знаете не яркий белый вот такой вот полупрозрачный такой не знаю как объяснить у меня нет этой пудры вот эти вот форма мне тоже очень в принципе неплохие хорошие формы на них тоже можно работать весь нет ну я не буду сейчас перезаходить вот может быть вам как-то выйти и еще раз всех виснет для для меня вот давайте я продолжу для меня вот это расстояние вот видите вот это вот расстояние между ушками для меня она маловато иногда когда начинаешь вырезать вот эти вот ушки не хватает вот этого ширины вот этого расстояния посмотрите вас какая подлак подлак я вот эти вот сейчас беру вот эти подлак могу взять и вот эти подлак могу взять да ну вот видите у кого-то хорошо эфир идет то есть я всегда вот теперь вот придерживаясь чтобы ширина вот здесь вот было достаточно чтобы ширина была достаточно широкая иногда не хватает да здравствуйте светочка доброй ночи вам вот чтобы ширина была вот все-таки она играет роль потому что бывает пальчики толстенькие такие знаете вот то есть вот вот так вот они неплохие мы на них тоже работаем вот в эстетике эстетик студия представители артекс мы на них работаем что еще пластиковые формы так ну вот эти вот формочки я их не очень оценила знаете такие вот ученические в принципе на коротенькие приветики . приветики на коротенькие ноготочки вот это вот нормально ну как то вот вы знаете они у меня не прижились я не знаю почему я с ними не дружу и конечно с тех времен осталось не пригласил я вас пригласил вроде да отдельно вот ну вот эти вот для меня они тоже как-то не моё это не моё не могу сказать что они плохие но вот работаю вот на этих вот форм по поводу пластиковых форм да вот эти вот понятно да эти вот прозрачные разные кисти забиваются сейчас поговорим скорее всего что-то неправильный набор вот эти вот пластиковые они в общем-то нормальные но когда я например работаю я формочку еще формирую и выглаживаю иногда особенно на длинных ногтях так на 19 августа нам бы вот надо с ириной скомпоноваться потому что она после 10 надо бы вот с ириной если не знаю ирина выйдет сейчас сюда или не выйдет это ей тоже черкануть чтобы она вышла в трансляцию и определить дату чтобы вы знаете вот чтобы я с вами с двумя занималась хотя бы то есть может еще кто-то найдется мне бы было удобнее с вами с двумя и вам бы было удобнее в принципе у меня сентябрь вообще свободный ну вот знаете они круглые и они мне не будут до первого сентября ну вам надо всего запланировать неделю то есть дорога два дня то есть вот это вот дорога и плюс еще так а вы планируете 10 сентября дает туда дальше у вас к девятнадцатому у вас никак не получается да так сейчас она ведь всех уберем вот у вас к девятнадцатому никак не получится вот девочки как вы если не получится то ничего страшного если не получится то ничего страшного я также буду с вами заниматься ну просто вот куда куда на это девочки собирается ко мне на криловое моделирование то есть на моделирование приехать ну то есть вот для меня вот эти вот форму очень круглые как не знаю то есть боковую стенку я на них не могу выставить и я их так редко под натуралочку когда вот когда вот миндаль например вот я на них еще могу а под квадрата я их почему-то не беру девочки знаете просто у меня много других поэтому я вот до в сентябре вот в сентябре вы вот знаете а вот вы если вот например ирина и танюша вы не можете число на 15 как бы вот вам на 15 число за эти как не вашим не нашим здравствуйте не понравились отклеивается да вот я вам показал а вау ну они а мы же про сентябрь говорим про сентябрь число на 15 сентября если нет то ничего страшного сентября 15 сентября я так поняла что в обе на сентябрь меня танюш вы правы на ой извините а я думала вы тоже танюш на сентябрь хотите все ясно но ничего давайте ну давайте берите билеты и все главное мне только сообщить дату когда вы приезжаете берите прям билеты до саратова и вперед спасибо а у мужа с 18 августа отпуск ну хорошо танюшечка давайте я вас жду а я почему-то подумал что вы ко мне в сентябре хотите поэтому говорю я вас хочу вдвоем ясно но ничего страшного так дают у меня четыре тысячи один день и сколько вы дней возьмете мне все равно так и теперь давайте поговорим мы про форму поговорили там вот кто-то задавал вопрос да то есть вроде я сказала на каких формах я работаю ну то есть да ради бога конечно все 5 так 5 берите билеты и говорите мне дата на которую вы взяли билеты и все уже вот видите как помощь у вас всех да ради бог ресничные курсы не хотите освоить заодно то мы можем устроить так ну и давайте еще по следующим вопросом значит вы поняли да танюш с ирины да это курс форма до индивидуальное занятие увидите увидите даже не думайте и не спрячет кто-то задал вопрос про кисти что кисти забиваются да кто задавал вопрос про кисти девчонки вы тут еще раз извиняюсь я же слепыш долларах поле я не знаю я даже не знаю сколько это в долларах насколько а вот они у вас забиваются кисти да то есть акрилом забиваются кисти а у вас кисть новая или старая знаете знаете очень часто забиваются старые кисти то есть ну то есть если вы их очень часто например шкрябали знаете волосы уже начинает ну как вот натуральные волосы знаете начинает распушаться вот так вот да новые иногда скорее всего работаете очень жидким шариком грязный ликвид то есть мономер уже грязный но например вы много себе налили да то есть не наливайте стаканчик сразу много мономера лучше его потом освежить например долить чуть-чуть да вполне возможно что вы там шарик взяли выложили вот так вот да и об салфетку не вытерли а сразу стаканчик магнитик очень хорошая кисть магнитик хорошей кисти но она конечно тоже забивается моя старушка тоже уже начала мягкая даже вот не могу сказать а вы знаете еще у нас у каждого свое свое понятие жесткости вот сейчас мы подойдем к этому сейчас специально возьму мономерчик поэтому вот скорее всего вы плохо вытерли кисть сначала мы как поработали кистью прежде чем засунуть ее в стаканчик мы всегда кисть очищаем салфетку я не знаю я не пробовала девочки от наяды у меня от наяда только вот это вот кисть лепочная экибана вот это вот ну это лепочная ей тоже уже очень много лет вполне возможно что может быть зависит от качества мономера но скорее всего мономер был грязный такое может быть вот потом не не оттирая неплохо вытираете а салфетку очень жидкий шарик работаете совсем когда работаем жидким шариком и вполне возможно что вы кисть знаете как когда выкладываете материал да вы как бы ее вот так вот еще подтягиваете вот это уже наверное вот скоро будет три года ей вот этой магнетик вот этой магнетику три года вот этой значит ну скоро будет год вот они немножечко вот это еще толстенькая такая а вот это вот уже стала худенькая потому что волосочки я какие-то отрезаю но иногда же тоже я же человек нормальный живой до забивается иногда она у меня иногда знаете поработаю плохо промыла забыла ее она зачерствела приходится ее отмачивать ну так вот волосочки иногда теряются стараясь следить так что в общем они у меня все работают вот ну и есть еще вот у меня и на фьюшка она мне тоже кстати очень нравится но и на фьюшка кисть и на фью это блин зараза стерся номер по моему она была 12 нет не реанимировать так одно сообщение я пропустила вряд ли мы ее реанимируем ну попробуйте вот главное чтобы это на самом деле не облизывают попробуйте реформа да ну все надо пробовать знаете как вот у меня знаете целой гвардии кистей я уже перестала покупать и пробовать я уже остановилась на этом реформа вот конечно я не пробовала у меня тоже уходят острие со временем ушло вот видите его нету острия вот этой вот еще есть острие а вот у этой нет острия потому что ну реформа но это вам наверное то наталья служит реформ пока три месяца так я думаю она должна дольше служить кончик вступляется со временем но имейте ввиду что все равно все кисти со временем становятся чуть-чуть пожестче вот пока новую берешь она как-то мягенькая и кажется как будто мягковатая со временем поработаете да она преработается сядет к вам как я говорю в руку сядет и она будет прям знаете вот пожестче да и ну вот знаете вот у всех он разные требования кисти вообще как лопата раздвоится не знаю может быть плохо выбили подготовка кисти была немножечко такая слабенькая да я колите не пробовала я просто очень долгое время работала например вот в них не угадаешь в кисти знаете они вроде все собираются да да ну потому что что это мономер что это такое это же химический химическое вещество и естественно если мы натуральную кисть будем полоскать постоянно в химическом вот этому трастворе то естественно конечно она у нас будет более такая дубовенькая да магнетик 4 14 мне очень нравится двенашечка наверно бы тоже было хорошо но по-моему магнетика двенашки нету не знаю полгода раздвоилась сейчас но не соберешь ее не соберешь вот в самаре вот виделась когда с настей дубровской она мне тоже показывал свою кисть она ее купила да это же говорит разбила вроде все вычислила хорошо и сразу раздвоилась такая стала двухвосточка в принципе я думаю что можно ей работать там на цветниках на каких-нибудь то есть вот так вот попроси а ну я заняты сейчас еще полчаса да вот и не реанимируешь никак может быть там как-то попробуйте ее вымочить как следует там я не знаю вымойте как следует там в ацетоне потом искупаете в мономере вот так вот ее всю соберите соберите и положите пусть она подольше полежит посохнет может быть соберется ну вряд ли конечно она соберется вот а ну я уже вышла я сейчас обещал показать мономере пудры ну никак в кипяток потом ну она не будет работать у вас после воды не будет работать большой расход мономера идет ну расход конечно а почему на моцарку будете переводить и маслом льяным не знаю я я пробовала с маслом помню это еще тысяча лет назад в науклабе тоже и намылить надо чтобы высохло пробуйте девочки пробуйте если не жалко пробуйте я не могу сказать что эти способы художники чистят масляные чистят давайте про пудры вот мое мнение такое что если она раздвоилась то это все кирдык работаем ей в цветник пускаем ее в цветник вот вот когда выход нет пробуешь да да вот видите Елена почистили Лена вы чем почистили то маслом так давайте уберем вот этих вот маньяков которые ни разу не видели женскую фигуру в нижнем белье так сейчас мы возьмем соню вот и возьмем мономер реформу как вот с Жанной мы разговаривали о том что работает ли мономер реформа с другими пудрами то есть не с родными а с другими я сейчас найду чужую пудру так мы возьмем сейчас пудру Доброй ночи ну да Доброй ночи мы возьмем сейчас пудру Кади да Соня привет вот работают 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 проверено я я даже вот и не сомневаюсь у меня не было никогда такого чтобы вот они не работали вот я прям открываю Кади вот и возьмем чужой белый вот чужой белый ну белый здесь не Кади здесь какой-то другой вот мы планируем ну сейчас запланируем просто беленький френч на форме да просто посмотрим работу пудры с другим мономером сейчас я поставлю камеру и будем одевать Соню сейчас оказывается у меня прям с типсами беда возьму прозрачные типсы вот ну и девочки про ногти меня не спрашивайте а сейчас вот хотят меня отвлечь сейчас я вам покажу прям пару пальчиков пару френчиков пару френчиков так ну все я переворачиваю камеру аппарат желательно кисть обязательно с собой так вот так вот кисть обязательно на сайте реформа так сейчас подождите одену вот так все настрою чтобы вам было видно сейчас все настрою и чужая пудра то есть не родная так сейчас девочки я здесь я здесь я здесь сейчас хочу настроить телефончик чтобы я могла читать ваши сообщения так вот так вот сейчас подождите так вот вот теперь вроде как вижу да и вроде вам даже все нормально или все перевернутом как-то состояние вообще не пойму почему перевернута хотя я все вижу у всех нормально вас перевернуть да как же вас перевернуть опс нет не перевернулся опять куда-то назад увернулась да вот так вот оставляем вот так все да так вот ага ну девочки вы знаете что очень сложно работать под камерой вот отлично вставляем соню типс вот я работаю ну уже всем говорю и там многие знают что я работаю на железках да спасибо так если что-то непонятно я знаю что вы мне всегда пишите у Соньки грибок у Соньки грибок ух ты Сонька где ты лазила по каким пляжам что у тебя грибок вот ну естественно мы всегда стараемся вырезать ушки вот за что я люблю ширину у формы чтобы вот здесь была ширина знаете потому что пальчики бывают такие пухленькие вот правильная постановка формы естественно это конечно на соне не покажешь это нужно показывать ножевые модели вот сейчас так приблизительные да ходила к другому мастеру занесла грибок вот чем мне нравится работать на железках вот посмотрите да вот то есть у нас все у нас ничего уже не раскрывается и держится наша арочка вот вставляем вот конечно постановка формы на соне девочки это не совсем правильно но это лучше чем бы я вам например показала работу просто на типсике вот здесь как-то более понятно потому как здесь у нас с вами есть и валики есть да вот видите то есть у нас есть валики то есть всегда это потрясенел магнетик очень похож вот вот мы установили форму даже на соне ну вот под квадрат вот почему вырезаем желательно чтобы видите у нас валики вышли наружу и то есть чтобы шло продолжение нашего ногтя не знаю когда хотели с Наташей встретиться вот но у нас тот день произошла авария на кухне у нас короче на современный миндаль да смотря какой длины смотря какой длины и постановка форма совершенно другая вот вот надо было ее обтянуть скотчем вот вот смотрите взяли шарик то сейчас взяли кисть да все эти ж в утюге на минимальную на минимальную длину железки не обязательно в принципе на минимальную не обязательно а на совсем минимальную можно и даже без формы вот так перестаньте перестаньте Соня уже смущается смотрите взяли значит кисть я беру мономер реформа а пудра у нас работает да вот смотрите взяли окунули вот с одной стороны вот так вот наверно будет более видно обтерли и с другой стороны чуть-чуть смахнуло но это вот я так набираю да да без формы на воздух и набираем небольшой шарик набрали шарик укладываем его на центральную часть ногтя но опять же мы же не знаем у кого какая модель пришла вот ну и какой длины то есть то сейчас мы работаем со свободным краем вот смотрите взяли положили шарик и кончиком кисти не трогая жопку шарика мы слегка нажимаем вот чтобы не забивалась кисть не надо вот так вот забивать знаете вот идти кистью вот так вот не надо вперед да а просто нажимая как бы протягивая и видите получился такой как бы сказать вот как градиент такой получил сейчас вот работаю медленно сейчас может все пристынуть да вот все и теперь уже как раз жопка шарика у нас с вами под пыльми реализовалась и мы быстренько выглаживающими движениями надо было у типсика отрезать усики уголочки ну ладно уже я уже все начала вот все и у нас теперь жопка шарика начинает работать как раз мы ей выкладываем улыбку и когда делаем улыбку уже сразу задаем высоту то есть ну во первых мы еще должны знать вот ну тут ориентируемся на длину нашего ногтя чем длиннее ноготь тем естественно в зоне стресса это ведь будем говорить также у нас зона стресса да высота улыбки у нее будет определенная у коротких ногтей она одной высоты у длинных ногтей другой высоты вот посмотрите видите мы сразу сформировали наш то есть когда шарик у вас не жидкий жидким шариком вы ничего не сделаете то есть тогда когда мы вот тут вот растяжку делали да чтобы был такой плавный переход вот за это время пока мы делали растяжку наше наше очертание улыбки уже достигло того момента когда вот уже начинает вот как раз вот то что доктор прописал вот именно той консистенции доходит шарик да то есть он слегка подпольмилизовался а вот жидким вот наоборот вы не успеете вот жидким наоборот у вас будет и в кисти он останется да у разных форм разные жопоньки вот дальше берем второй шарик вторым вы можете вот видите совершенно две разные пудры да то есть компания реформа и коди да и шарик работает выкладываем второй и опять почти все то же самое выложили шарик и таким вот легким прикосновениями да слегка подбиваем к зоне кутикулы и тут же натягиваем его до нашей улыбочки то есть стянули до конца то есть не натянули на улыбку а стянули до улыбки вот вот видите и тем самым у нас с вами уже здесь получился вот этот вот заданный апекс сейчас я вам его подниму вот вот так вот если его поднять еще материал да вот видите нет у меня кисть была 14 но со временем уже стало похоже на двенашку 14 магнетик вот иногда я могу вот так вот назад его даже обратно стянуть и вот посмотрите мы с вами уже выложили шарик да то есть мы с вами выложили наше удлинение вот жалко у меня нету хармони я бы попробовала не знаю да жидкий да гораздо быстрее и вот этот еще у меня такой живенький поэтому вот знаете не хватает например ну не уложились в два шарика да например вы можете конечно всегда подкинуть еще шарик можете взять вот такой полу и слегка подсушить и выкладываете тогда знаете как ликвидным шариком вниз то есть я стараюсь всегда ликвидным выложить вниз вот где-то там дорабатываете это уже мелочные такие шарики я их никогда не беру в расчет вот но мы должны двумя сработать а это уже сюда где-то подложить там уже это может быть еще какой-нибудь маленький понятно да вот видели я кисть вытерла а потом пошла в мономер да то есть нельзя так вот поработали вот так вот поработали поработали да там смахнули да все выгладили и сразу в мономер так нельзя иначе у вас остатки пудры которые остались на да давайте танюшечка вот чтобы остатки пудры не запустить в наш чистый мономер вот иначе там пойдет потом процесс полимеризации вот и ваш мономерчик будет такой знаете жирненький такой густенький и кисть начнет залипаться все да дальше переходим к белому акрильчику да вот опять да можете в любом месяце вот значит окунули кисть смахнули вот сейчас вот и набираем небольшой шарик белого ну поджимаем но опять поджимать и зажимать разные вещи набрали шарик и держим его смотрим как он только у нас с вами весь заполимеризовался да даже можем иногда лишнего смахнуть как неудобно вот видите опять я смахнула да вот и видите у меня он тоже теперь стал такой густенький вот и мы его подбиваем то есть в общем это все мастера так работают вот сделали эту колбаску подзавели под усики вот вывели в усики если я всегда говорю если не хватает в усиках не успели завести нехай бы с ними и не заводите вот и работайте со свободным краем а отвалилась форма блин вот не держится сейчас на соне ничего потому что на ней плохо прикрепляется вот и все вот делаем наш короткий френч вот и уже тут уже смотрим на наши чтобы ноготь выходил у нас белый кончик из зоны в роста можем даже слегка вот эту линию чуть-чуть вниз запустить чтобы не было такого что потом вам не хватило но усик должен выйти из зоны в роста вот понятно линформа отвалилась не вовремя не вовремя форму упала но ничего что улыбку я немножко не смотрела вот что улыбку улыбку у нас уже есть вроде вот смотрите вот мы выложили если например где-то у вас не хватило да вот сейчас уже все шарик работать перестал белый да вот вот он перестал работать все он уже не работает практически да но не хватило у вас вот здесь или вот здесь у вас что-то например не состыковалось вот чистенько да вы можете взять малюсенький шаричек беленький да вот так у сони ага как понять а вы увидите вы почувствуете и прям знаете вот как я говорю как зашпаклевали вот эти вот всякие вот вот то есть загнали например вот в эти щелочки да вот сюда вот если вот вместо нашего стыка да загнали туда вот это вот материал все вот видите там вы также можете улыбочку доложить да все равно потом будете опиливать и у вас сразу чистота выйдет вот главное чтобы не было никаких пробельчиков вот здесь понятно вот и вот кисть вытерли и только потом иногда когда работаете белым шариком да белым материалом да смотрите а у вас тут вот как-то белесость да вы прямо так вот взяли как следует вытерли слегка обмакнули и опять вытерли чтобы потом вот эту вот пудру то есть смотрите по кисти белесость ушла белый мономер окрыл ушел или не ушел все понятно да вот вот видите то есть он не нормальный то есть материал не как это сказать как мы там говорили у вас он не пластилиновый то есть он работает то есть две разные пудры он работает вот ну и теперь конечно ждем вот жидким а когда поджимать поджимать ну вот здесь то сильно то и не надо поджимать вообще я за то чтобы не поджимать вот чтобы не поджимать ногти вот я за это мы их можем знаете как знаете как это контрольный выстрел в голову так себя проконтролировать да двумя стаканчиками тоже можно я тоже иногда бывает такое что и двумя стаканчиками могу сработать то есть для белого и для такого вот ну что то вот последнее время когда поджимать вот он немножечко вот он еще мягкий и если форма у вас снялась да вот все снимайте на форме лучше конечно не поджимать потому ну да когда он начинает греться вот вы его в белой пудре появляются точки точки какие черные точки значит пудра грязные в кисточке может быть что-нибудь если пузырите значит наверное жидковато взяли я же не вижу как вы работаете правильно вот 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 сейчас он еще вторую форму на второй пальчик поставили и как раз за это время вам уже нужно будет поджимать нет почему с формой не надо жать потому что смотрите у нас на форме стоит железка да сейчас я не дай бог начну жать да сейчас вот так вот грубенько вам покажу ну например вот так вот да сейчас начну вот жать например на форме да и я могу какой-нибудь перекос сделать да например ну не знаю там как-то зажать не совсем ровно и железка ведь у нас пузырьки потом черными становятся не знаю я Ксюша не знаю не могу ничего сказать вы понимаете я могу просто на форме нашу железку согнуть немножко не в ту сторону и тогда у нас с вами нижняя арка Олечка приветик моя приветики вот тогда у нас с вами нижняя арка будет неровная и ее мы сможем исправить только выпилом например может быть загнуться куда-то поэтому лучше снять форму да и начать зажатие вот вот и то предупрativo и начинаем зажимать где-то вот в зоне усиков без формы можно сделать да висю наверное у кого-то вот висю у кого-то не висю без формы тоже можно сделать но это не очень длинные если честно я вот не умею длинные сделать без форма ну без формы тоже могу вот я уже попробовала Вот, ну, намного, чтобы он был короче Вот Немного висим, да То есть, ну, вот, понятно, девочки, да, вот видите То есть, и не резиновые, ничего То есть, абсолютно нормально работает Сейчас я достану какую-нибудь пудру еще Какую-нибудь тысячелетнюю Вот, вот, давайте, вот, смотрите Камуфляж темный бешет Тут написано, это была, скорее всего Это Арискей, по-моему, пудра у меня Вот остатки, да Сейчас я посмотрю, кто это Скорее всего, это Арискей Не помню, чей Вот тоже какая-то пудра, да Вот И давайте попробуем еще вот Арискей Тоже вот набираем шарик Вот, набрали шарик бежевый Сейчас вот, вот так вот положу Так, ну, пускай, вот видите Пудра такая не очень Ну, вот, положили И начинаем с ней работать Главное, не въезжать в пудру Понятно? Вот смотрите Основное, вот как вот с камуфляжем работать, да Не залазить, чтобы у вас кисть Вот как вы гелем работаете, да Гелем поверху, чтобы в гель, например, в гель-желе не въехать Вовнутрь, да Работаем только по поверхности И здесь мы тоже работаем пузиком кисти И только по поверхности Вот мы гладим Но ни в коем случае не вот так вот положили И начинаем гладить Иначе наша пудра зайдет в кисть Вот, вот, видите Вот она стала пластичной То есть мы подождали немножко Вот, видите И выглаживаем Выглаживаем Если чувствуете, что кисть начинает залипать Вот, видите, я смахнула, да Вот, и потом вытерла Ну, конечно, те, кто ко мне приходит На акриловое моделирование, да Особенно новички Первый день мы сидим и учимся Вот именно вот так вот Почувствовать наш шарик То есть мы начинаем вот с этого Вот, и обязательно начинаем с улыбки Вот, то есть без улыбки Это мы делаем только в первый день Вот Так, поняла В руках мастера все работает Жанночка, приезжайте ко мне в гости Вот, видите Вот все работает Я не могу сказать, что не работает 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 И сейчас я возьму белую пудру Сейчас У меня тут вот загашки Вот, девочки Вот я не знаю, что это такое Ну, это у меня там есть отдельный такой отсек Там вообще непонятно, что, да Вот Какая-то пудра Если честно, я сейчас даже не знаю Белая это или прозрачная Вообще тысячелетняя Там сталактит, я смотрю, да Вот И давайте посмотрим, как у нас будет Работать реформа вот с этой Да Вот Как будет работать реформа вот с этой вот пудрой Так, ну давайте вот сюда вот одену Мне так удобнее будет Попробуйте подсушить Попробуйте взять шарик Вот так вот кисточку обмакнули Потом взяли Набрали Вот так вот, видите Не ездим вот так Да, вот смотрите Вот Не ездим А просто окунули Раз, два, три, четыре Подняли Лишнее смахнули Вот тоже какая-то белесая пудра Не знаю, что это за натурель какой-то Да Вот Подождали Слегка на кисти Выложили Вот Вообще чужая пудра Вообще неизвестного уже производителя Вот Ну будем думать, что это как белая Она, видите, какая-то полупрозрачная Вот, видите Вот мы набираем Просто неправильная, наверное, набор шарика И скорее всего Вот, видите И дальше мы ее начинаем там натягивать Но опять же Смотря какой длины вам нужен ноготь Сколько вам нужно взять того шарика Вот Так Ну, если там вы что-то писали, девочки Я забыла вообще на вас смотреть Я смотрела То, что я делаю Ну вот она оказалась прозрачная Не знаю, что за пудра Но я не могу сказать Я ее даже, если честно, не чувствую Резиновая она у меня или не резиновая Потому что я работаю все время пузиком Вот, видите То есть я не перемешиваю кистью И поэтому я даже Сейчас вот не могу сказать Резиновая и сколько она просохнет Вот, вытерли кисть Слегка ее смахнули И опять Проблема с зоной кутикулы А что там с зоной кутикул Ничего такого проблемного нету Какая может быть проблема с зоной Вам просто нужно взять шарик Вот, смотрите Взяли шарик Три-четыре Набрали Ну, можно еще чуть-чуть Да? Вот, выложили ликвидным пятнышком вниз Смахнули И начинайте разбирать Кисть поставили Ну, где-то под углом 45 градусов И начинаем разбирать Вот, разложили вдоль кутикулы Разложили И быстренько начинаем пузиком Теперь уже сдвигать Да? Сдвинули ее, да? До нашей улыбочки, да? Потом кисть обмакнули И начинаем уже Ее приглаживать, да? И приминать И как бы слегка поддавлять Ну, надавливать кистью Так, чтобы она у нас ровненько легла Если что-то вы не дотянули Не нужно вот этот, например, шарик Если вы его не дотянули Какой-то уголочек, да? Там, например, в синус Не дошел чуть-чуть у вас До бок дошла, да? А вот здесь вот в уголке Да? У вас не дошел, да? Не нужно его, когда он уже там Присел на ноготь, да? Не нужно его вот так вот растягивать Проще нужно будет взять Еще один маленький шарик Еще один маленький шарик Тогда, да? Вот И его тогда сюда доложить Просто не нужно снимать С уже с насиженного места Ваш шарик Все Доложили А потом кисточку сделали лопаточкой И слегка подтянули Вот почему говорят Вот, вы знаете, вот гель Очень легкий материал Гелем намного проще Ну, все Вот Такое бывает Потому что, знаете, вот Так, точно Я не пойму Так Сейчас Телефон второй Может что-то напишет мне Да, я всегда стараюсь Ликвидным шариком Положить вниз Хотя иногда могу забыть Вот Ну, как правило Всегда Вот Понятно, да? Вот Можно, конечно Знаете, как Можно Ну, давайте опять На этом же покажем Да? Сейчас вот я чуть-чуть Выдвину вот сюда Вот Как будто у нас тут У кутикулы Эти осталось Еще не доложили Да? Вот Можно Взять шарик И опять Тоже Ну, мы смотрим Какого размера У нас должен быть шарик Независимо Свободный Да Да Я вот Ну, как-то вот Всегда вот так Вот видите Чисто машинально Вот мы можем Сначала взять Разложить Еще пока Знаете Не прибивать И Натянуть Например Да? Вот А потом Вот теперь Вот я его сначала Просто разложила А потом мы уже Кисточку формируем Как лопатку Да? И ей уже Вот так вот Подгоняем Но ни в коем случае Уже не надо Вот это Вот Вот сюда Вот, например Сгонять Да? Чтобы вот Как сел он у нас Так, чтобы он И сидел Акрилу Очень сложно Научиться На таких курсах На Вот этих вот Сейчас Погодите